Паром идет из Белема на другую сторону Тежа. Смотрите, как прикольно разгоняет парусники. Сегодня какая-то, наверное, опять парусная регата. И паром прям носом их разгоняет. Сейчас прокатимся на этом пароме. Все покажем, расскажем. Паром это просто как городской транспорт. Стоимость будет недорогая в районе 2 евро. Интересно. Сейчас протаранит парусники, наверное. Нет. Разбежались. Смотрите, сколько парусников. Вообще шикарно, конечно, смотрятся они. Пришли на ЖД-станцию. Добраться можно на пароме. Получается, здесь расписание. На другой стороне и Брандау. А дальше идет автобус до Трафарии. Трафарии это почти до Капарики. На гугл-карты пишут, что всего 1,45 евро. По вот этому проездному навиганты. Сейчас попробуем. Я думаю, должно все получиться. Этот проездной действует также и на метро, и на пригородной электричке. Очень удобно. Сейчас протестим. Пополнить этот проездной можете в таких терминалах. Продается он за 50 копеек на каждой станции. Кладете его к этому терминалу. Так, что-то не работает. А, пресс. Окей. Вот. И пополняете через этот терминал. Ну, можно использовать переводчик, я думаю, для пополнения. Скорее всего, запинг. И выбираете сумму пополнения. Например, там, на 3, 5, 10 евро. Это со счетом или без. Нужен вам счет или нет. Тыкайте. И пополняете. Вот этот принимает купюры. Но я обычно картой пополняю в других терминалах. Но смысл в том же. Находите, главное, запинг. И пополняете. Сейчас протестим, прокатит ли по навиганту пройти. О. Все. Пикаем. Пишет остаток. И заходим. Идем на аборт. Маркская экскурсия. Всего за евро 40. В пути было написано на гугл-картах 25 минут. То есть, получасовая морская прогулка. С видом на мост. Паром. Не самый новенький, конечно, паром. Но неплохой такой общественный транспорт. А это для машин. То есть, можете, наверное, и на машине на нем переплыть. Классно. Не знаю, сколько будет стоить на машине. Но интересно. Оказалось, не зря он называется паром. Потому что вот, смотрите, сколько места для машин. Желающих, правда, нет. Но возможность есть. Идем. В часть для людей. Для простых смертных. Я не простая. Сейчас посмотрим. Что нам предлагают за рубль 40. Ну, выглядит неплохо. Как кинотеатр практически. Смотрите, с каким видом. Садитесь и смотрите. Кино. Кино. Опять про море. Ну, общественный транспорт мне нравится в Португалии. Он приятный. Места много. Людей немного. Это что? Барчик, наверное, не работает. Неплохо. Лифты даже есть. Шикарно. Как тебе общественный транспорт? Там еще написано бар. Бар, да. Я видел и показал. Барно не работает. Но недоработка, конечно. За рубль 40 могли бы и сделать бар с живой музыкой. Стриптиз тебе не показать? Стриптиз, само собой. По вечерам наверх. Поплыли. Это берег, откуда мы ушли. Белем. Наверх. Там уже кабина капитана. Открытая. Вот такой речной круиз. За недорого. Жалко, нет открытой площадки. Чтобы можно было воздухом подышать. Но тоже неплохо. Мост видно. Правда, обманули. Со временем морской экскурсии прошло всего 10 минут. А мы уже подходим к пирсу на другой стороне. Так что имейте в виду, всего минут 10-12 он идет. Зато быстро. Все, приплыли. Выходим. Порто-Брандау. Так, какая красота тут. Думаешь? Ну я ищу. Прекрасная. Вот я. Не все тут идеально, конечно. Есть вопросики. Но в целом сейчас увидим. Здесь сразу стоит автобус в трафарию. Это туда рядом с Капарикой. Здесь можно, я так понимаю, доплыть и дальше доехать на автобусе. Мы сейчас не поедем. Возможно, в следующий раз. Но удобно. Крабик на доме. Вот так выглядит Порто-Брандау. Ну что, тут есть дома. Почти на всех домах есть крыша. И вид на Лиссабон. Но не самое живописное, конечно, место. Надо, наверное, ехать дальше. В сторону Капарики. Там будет симпатичнее. Но такой городок на любителя, конечно. На любителя страшных городков. Хотя квартиры, я посмотрел на идеалиште, 1200. Аренда квартиры 60 метров. Как у нас по Сударкош. Ну, а разница все же таки есть. Да? Хотела бы здесь жить? Я пас. Да. Пожалуй, мы еще успеем на тот же паром, чтобы поплыть обратно. Нам хватило 15 минут на просмотр этого города. Но было необычно. Ну, мы быстро изучили этот маршрут. Посмотрели. Дальше мы сегодня не поедем. Поедем в следующий раз как-нибудь. Но за евро 40 удобно. Автобус отходит сразу. Либо этот же паром иногда идет дальше туда. До Трафарии, по-моему, так называется. Которая около Капарики. Так что классно. Едем назад. Назад поплывем с лучшим видом. Теперь мы знаем, самые лучшие места это вот эти. В первом ряду занимаете и плывете. На носу, конечно, красивее, чем сбоку сидеть. Смотрите, какой шикарный вид на мост. Сейчас поворачиваться будем. Весь Лиссабон увидим. Было бы солнце. Было бы вообще обалденно. Так что прогулку всем рекомендуем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поедем куда-нибудь еще в интересные места.